На сегодняшний день в нашем городе ситуация по заболеваемости COVID-19 стабильная и контролируемая. Но краснолуческие медики не тешат себя иллюзиями, что новый штамм коронавирусной инфекции, омикрон, который стремительно распространяется по миру, нас обойдет. Очередную волну COVID-19 ожидают в феврале. Мы должны во всеоружии подготовиться к встрече этой волны. Основная задача сегодня медицинских работников – это провести массовую вакцинацию против COVID-19. Мы должны создать коллективный иммунитет. Это очень-очень важно. Да, мы соблюдаем масочный режим, но самое главное – это привиться. На сегодняшний день у нас достаточно вакцины в городе, но, к сожалению, ее достаточно будет буквально где-то до 20 февраля. Поэтому я прошу всех обязательно обратить на это внимание и поспешить к нам на вакцинацию в поликлинику или в другие учреждения. Почему я призываю вас именно сделать это в январе месяце? Для того, чтобы до возникновения новой волны смог выработаться иммунитет у населения. Это очень важно. По словам Людмилы Ивановны, за 45 лет работы она не помнит такой смертности от инфекционных заболеваний, сколько происходит при пандемии коронавируса. У вакцинированных граждан есть шанс не пополнять эту статистику. Я вам приведу такие цифры. Лица, которые были привиты, даже если они заболевают ковидом, то переносят значительно легче, чем те, которые не привиты. И смертность, конечно же, больше среди лиц, которые не привиты. Вот за 2021 год у нас насчитывается 3970 пневмоний. Это очень много, но, к счастью, эти лица выжили. Я еще хочу сказать, что у лиц, которые привиты, даже если появляется инфекция, то они значительно легче переносят. И, к сожалению, вирус очень коварен. Поражаются ведь не только легкие, но и все органы и системы, и почки, и сердце, и костно-мышечная система. Поэтому вакцинироваться нужно обязательно. И просьба к вам всем и руководителям учреждений, организаций, поработайте в своих коллективах, поработайте квартально со своим населением. Объясняйте, доводите до сведения, что все, здоровье в руках каждого гражданина. Давайте мы встретим третью волну, если она, не дай бог, будет и в нашем городе ковида, во всем вооружении. То есть, будем все привиты. В прививочном пункте центральной поликлиники выстроилась очередь из желающих вакцинироваться. Кто-то пришел впервые, а кто-то уже делает ревакцинацию. Люди уверены, прививка – это единственная возможность предотвратить опасную болезнь. Я же вторую сделала, это ревакцинация прекрасной. И очень хорошо перенесла. Нет, у меня не было ни температуры, не болела вообще. Всем обязательно. Вы не первую прививку? Нет. Вторую. Как важно? Потому что жить хочу. Конечно, важно. Меньше слушать о тех, что болтают от того. Супруги Коротковы также пришли на ревакцинацию. Первую прививку сделали, как только появилась возможность. Говорят, что сомнений в правильности решения у них никогда не было. Земляков призывают последовать их примеру. Я считаю, что прививаться нужно всем. Никто ни от чего не застрафован. Тем более идет новый штамм коронавируса. Поэтому надо прививаться. И призываю всех. Особенно пожилой возраст, старше 60 лет. Ну и, конечно, и молодых, у которых вся жизнь впереди. Которым нужны будут детки. Которые будут создавать семьи. А такие последствия после коронавируса страшные могут повлиять на все, на все органы. Поэтому, дорогие товарищи, прививайтесь. Всех призываю, чтобы все сделали прививку. Обязательно. Не надо бояться ничего. Все прекрасно. Мы вот уже делаем второй раз. Чувствуем прекрасно. Никаких осложнений. Даже не болело ничего. Медики обращают внимание. Для того, чтобы пройти ревакцинацию, не надо ждать полгода. Пришло нам разъяснение с Министерства здравоохранения, что ревакцинацию можно проводить по истечению 4-6 месяцев. То есть, если у кого прошло 4 месяца после вакцинации первой, и с учетом того, что вакцина может у нас закончиться немедленно, все должны идти на ревакцинацию. Это очень-очень важно. Значит, лица, которые переболели пневмонией, в течение трех месяцев не показана вакцинация. А потом, конечно, нужно обязательно прививаться. Ну, и если переболел ОРЗ, через две недели, пожалуйста, тоже, пожалуйста, приходите на вакцинацию. И осложнений, и противопоказаний для прививки вакциной ЛАЙТ, но пока еще, слава Богу, не выявлено. В Центральной поликлинике пункт вакцинации расположен на третьем этаже. Записываться предварительно нет необходимости. Все в порядке живой очереди. Перед прививкой все проходят медицинское обследование. В 59-м кабинете измеряют температуру тела, сатурацию, артериальное давление. Пациенты дают сведения о хронических и перенесенных заболеваниях и свои контактные данные. Затем приемы врача-терапевта в соседнем кабинете. Там первичный осмотр перед вакцинацией. В прививочном кабинете с собой необходимо иметь 2-граммовый шприц. А также не забывайте паспорт. Он понадобится для заполнения сертификата о вакцинации. Этот документ получают все граждане, сделавшие прививку. До настоящего времени в Красном Луче работали два прививочных пункта. В Центральной поликлинике и в больнице Княгининская. С 24 января открылись дополнительные пункты на территориях подведомственных городской администрации. Для отдаленных участков нашего города были открыты 4 дополнительных прививочных пункта. Это на Вахрушево, Вахрушево-2, Меусинске и в городе Петровском. Все наши жители имеют прекрасную возможность по близости от своего жилища получить эту вакцину. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Министерство здравоохранения за предоставленные вакцины, за то количество, что у наших населения теперь есть возможность беспрепятственно привиться в необходимом объеме. И хотел бы поблагодарить главу администрации Рыбаченко Сергея Анатольевича за оказанную помощь в открытии дополнительных пунктов, за предоставление морозильных ларей, которые необходимы для сохранности этой вакцины. По словам главного врача города, в Красном Луче на сегодняшний день привиты 30% населения. Для создания коллективного иммунитета необходимо эту цифру увеличить в два раза. Медицинские работники призывают всех граждан не доверять слухам, а прийти и вакцинироваться, таким образом сохранить здоровье и побороть пандемию. Новости телеканала Луч.